На мой взгляд, они не должны реагировать на эту информацию, потому что в целом, я вас уверяю, что они знают это все существенно лучше, и глубже, и шире. А, собственно говоря, почему они должны как-то реагировать? Надо задаться вопросом, почему они должны реагировать? То есть я это уже, наверное, 300 раз произносил сейчас официально на каждом заведении государственной власти. Можно написать, да, мы офигели, ну и что? Поэтому, собственно говоря, что тут особенного? Ну да, они делают то, что дальше-то чего? Всегда за этим следует вопрос. Ну хорошо, ну вот там, нет, нет, это противно, да, то есть, упаси Господь, я это там не поддерживаю, что происходит с господином Чайко, но дальше-то чего? Люди, когда делали ту электоральную систему и подходят к себе, что их задача в строительстве государства российского, это раз там в 4 или в 6 лет бюллетню бросить, они заслуживают того, что происходит на территории 1, 6, 1, 4, 5 части суши. То есть вот когда мы, условно говоря, с вами начинаем ремонтировать квартиру, мы почему-то, понятно, кто-то лучше, кто-то хуже, но тем не менее, мы делаем какой-то план. Ну вот делаем там, рисуем там, в зависимости от фантазии, здесь там, условно говоря, будет там, ну если ванная, там ванночка, здесь будет полотенечко, что-то прикидываем, ходим по магазинам, то есть делаем еще какой-то выбор, да, то есть мы прикидываем, что куда поставить. То есть план, предварительный план, потом это все отдаем строилам, покупаем материал за свои деньги, потом даем денег строителям, еще их контролируем регулярно, то есть делаем минимум 6 действий. Еще, как правило, 7 действий, мы еще очень сильно недовольны, потому что все строители сволочи и делают не то. Но при этом мы сделали 7 движений, когда мы делаем свою ванну или там какой-то мой мелкий ремонт. Хочется задать вопрос, вот прямо что называется, пользуюсь случаем, черт побери, если мы с вами при ремонте там ванной 2 на 2 делаем план, спрашиваем со строителей, то черт побери, почему же если мы хотим жить в каком-то государстве, там я сейчас не ограничиваю выбор граждан, любое, хотите тоталитарное государство себе делайте, делайте, хотите демократическое, делайте, но черт побери, что же вы ничего не делаете-то? А если вы ничего не делаете и считаете, что некий мифологический человек, Вася, Петя, Навальный, Потапенко, Путин, должен за вас все делать, то я вас вынужден огорчить. Если у вас нет плана, чего вы хотите получить на выходе, нет контроля постоянного, нет возможности выгнать этих строителей, и вы сами у себя эту возможность отбираете тем, что говорите, что это не мое, то, собственно говоря, вы получаете ту ванну, в которую вас запускают тогда, когда считают эти рабочие, вы получаете ее по той стоимости, по которой считают эти рабочие, Вы получаете в том кафеле, плитке и во всем остальном, и вообще в том месте, в котором считают рабочие. Поэтому господин Чайко с его детьми, это всего лишь звенья цепочки. Я вас уверяю, что даже если завтра будут опубликованы такие же исследования по всем главам, а я могу сказать, что поскольку я неплохо знаю внутрянку всех наших властей, ничего не будет. От слова совсем. Потому что народу главное, чтобы ему паечку давали. Он не хочет внутренних свобод. Это, к сожалению, вот эта большая проблема, а не в господине Чайке. Потому что мы, как рабы, к сожалению, мечтаем о других слугах, а не о внутренней свободе. Вот эта проблема для меня, по крайней мере, точно.